В этом видео вы получите последовательное руководство к действию по составлению программы тренировок на турниках и брусьях. Перебрав опыт топ атлетов и пересмотрев свои тренировки с 2011 года, я выбрал лучшее для вашего прогресса. Теория и практичные примеры далее. В конце полезный бонус. А это Владерович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Любые тренировки стоит начинать с вопроса, а зачем мне это? Основные задачи могут быть такими. Набрать массу, похудеть, повысить базовую подготовку, ОФП, выступить на соревнованиях или даже впечатлить противоположный пол. А многие тренируются и просто, для себя, для здоровья. Или даже не ставят самые элементарные цели, как повезёт. Чтобы сэкономить своё время, не стоит распыляться, сконцентрируйтесь на одной-двух целях, которые не противоречат друг другу. Хороший пример. Можно улучшать здоровье и повышать ОФП, делая упражнения в правильной технике. А вот если вы хотите одновременно набрать массу и подсушиться, или заниматься для здоровья и выступать на соревнованиях, это уже часто только мешает друг другу. Итак, вы определились с конкретными целями. Второй момент. Техника. Интернет кишит кучей роликов про технику выполнения. И с этим, я думаю, проблем нет, травмы не нужны никому. Но кто его знает, как это всё эффективнее совмещать без опыта? Куча информации ведь. Об этом и поговорим дальше. Занятий быстрых результатов не будет. Первые несколько месяцев мы будем нарабатывать нейромышечную связь. У меня было несколько перерывов, самые долгие это кажется около трёх месяцев, после нескольких лет занятий. Затем, войдя в режим, примерно за 2-3 недели я приблизился к былой форме и силовым. Мышцы-то будут помнить после перерыва, а дыхалка сядет. Вот её-то и придётся заново нарабатывать лёгкими объёмными тренировками. Именно чтобы быстрее восстановиться, для этого и нужна нейромышечная связь. Разминка. Тут не стоит заострять изъезженную тему, скажу лишь, что когда мало времени на тренировку, лучше полноценно размяться и меньше потренироваться, чем наоборот. К сожалению, встречались мелкие, но неприятные долгие травмы, по глупости и спешке. Видео по разминке тоже на канале. Подходим к самому интересному, принципы составления программы тренировок на турниках и брусьях, под разные уровни и примеры. Дозирование нагрузки должно быть в соответствии с уровнем подготовки. Если вы новичок, начните с тренировок дыхательной системы. Делайте легкие круговые тренировки упрощенных вариантов упражнений. Например, после разминки начните с австралийских подтягиваний 10 раз, плюс отжимания от скамьи 12 раз, плюс приседания 15 раз, также скручивания на пресс на лавочке 12 раз и подъёмы лодочки 10 раз. Это один круг. На первой тренировке сделать таких 2-3 круга. Не переусердствуйте, запас сил должен остаться, пока тело не адаптируется за пару недель. Стресс и так будет достаточным. Перерыв делаем до восстановления дыхания. Когда через 3-4 недели войдете в режим, оптимальные тренировки минимум через день. Можно на одной тренировке сконцентрироваться только на тяговых движениях, а на другой нажимовых, а можно и совмещать, делая легкую и тяжелую нагрузки. Наша цель не давать мышцам привыкнуть. Меняйте хваты, последовательность упражнений, интервалы отдыха. Если совмещаем турник и брусья на одной тренировке, то можно делать так. Первый день, турник, тяжелая тренировка. Нагрузка на 80-90% от лучших показателей. Плюс, затем брусья или отжимания от пола, легкая нагрузка, 40-50% от предыдущей тренировки. Например, в первый день сделали подходы 4 по 8-10 подтягиваний. И брусья 4 по 12 15 раз. Ну и другие подсобные упражнения на пресс, поясницу. Далее 1-2 дня отдыха. Теперь турник делаем такую же тренировку, а брусья снижаем до 4 подходов по 4-5 раз, то есть меньше на 40-50% от предыдущей. И подсобные упражнения. 1-2 дня отдыха и брусья, тяжелая тренировка, в идеале прогрессируем от предыдущей, в общей сумме раз. И турник снижаем на 40-50% нагрузки. Легкие тонизирующие тренировки можно проводить в отдельные дни и делать в пропорции больше или наравне с тяжелыми. У начинающих изначально может прям попереть прогресс, но также быстрый войти в ступор. И главная проблема будет это неумение слушать свой организм и недовосстановление. В итоге ловят перетрен. Это понять можно будет только с опытом. Если прогресса нет на 2-3 тренировках подряд или даже откатили, значит конкретно для вас нагрузка сильно велика и недостаточно отдыха. Начинающие боятся выходить за рамки недели, выстраивая свой план тренировок. Например, когда мы разбиваем упражнения по мышечным группам и стараемся впихнуть всё в одну неделю. Не переживайте, если ваш тренировочный цикл растянется на 8-10 дней. Главный показатель, что пора что-то менять, это отсутствие прогресса. Работает, не трогай. Чтобы с желанием ускорить процесс, его наоборот не затормозить. Все мы индивидуальны. Ноги со временем лучше выносить на отдельную тренировку, чтобы получить лучший гормональный отклик и делать на свежие силы. Пример для старта. Делаем 3 подхода по 15-20 раз приседаний. Постепенно усложняем, сопротивлением с резиной, приседанием пистолетиком у стены и без опоры. Выпады вперёд или выпрыгивание вперёд или на лавку по 10-12 раз 3 подхода. Далее делаем ягодичный мост на 10-12 раз по 2 подхода и икры на 4-5 подходов по 12-15 раз. Приведена примерная последовательность упражнений, нагрузку подбирайте под себя, главное техника и скорость выполнения. И количество, которое зависит от целей. О типах тренировок для конкретных целей поговорим дальше. Ребят, кто недавно начал свои тренировки, либо застрял и хочет быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопились много вопросов и вам будет интересен мой опыт и мои ошибки, тренируясь с 2011 года. Я подготовил для вас электронную мини-книгу по воркауту. 7 ошибок начинающего в тренировках и питании. Описаны практичные и полезные вещи в тренировках, рацион питания и моя история. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закреплённом комментарии. Я отправлю книгу каждому за донат на символическую сумму, это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и обращайтесь, если нужна программа тренировок. А если кто-то из вас хочет разбивать себя на ютуб и уже начали вести свой канал, но не понимаете откуда взять первых подписчиков и почему вас не смотрят, то обращайтесь ко мне за помощью в развитии канала. Тем самым я сэкономлю вам месяцы потраченного времени на ошибки. Напишите мне, контакты в описании, двигаемся дальше к сюжету. Типы занятий под разные цели. Длительность тренировки подбирается в зависимости от целей. Для массы занимайтесь более интенсивно. Например, в подтягиваниях делайте взрывной подъём корпуса, прожимайте, максимально напрягайте мышцу вверху амплитуды и более медленная опускание. Тренировки меньше по продолжительности до часа. И чаще раз в неделю 3-5 тренировок. Рабочая мышца нагружается 1-2 раза в неделю, в зависимости от восстановления. Подходы до отказа и с сохранением техники. Дозабиться можно в конце с резиновой петлёй. Делаем по 3-4 подхода в упражнении. Отдых до восстановления дыхания. Для выносливости или похудения тренируйтесь более объёмно, то есть делайте на большую общую сумму повторений в упражнении. К примеру, турник берём 100 раз за тренировку и брусья 150 раз. Набиваем общую сумму в подходах. Тут нет смысла выкладываться на максимум в каждом подходе и нужно распределять силы. Когда общее число раз увеличивается сильно и тренировка очень долгая, то прогрессировать уже можно уменьшая число раз и добавить утяжелители на ноги. Или же перейти к линейным подходам, то есть, например, делать 3-5 раз на максимум с перерывом в 5-6 минут. Или перейти к сетам. То есть, например, не слезая со снаряда, объединить выходы на турнике, отжимания от него и подтягивания. Можно ещё и добавить виз на согнутых руках. Комбинировать упражнения можно по-разному, это здорово прокачает выносливость, но времени на восстановление тоже нужно больше. Кстати, ребят, ролик можно сохранить себе в плейлист, чтобы дополнительно пересматривать перед тренировками. Ну и лайком поддержите. По выносливости и поддержанию формы есть хорошая тема, пришедшая с кроссфит. МОМ тренировки. Пример. Мы намечаем себе 10 минут работы в подтягиваниях. Включаем таймер, делаем 8-10 раз или меньше, больше. Например, сделали за 18 секунд. Оставшееся время до конца первой минуты. Отдыхаем. С началом новой минуты делаем новый подход столько же раз и отдыхаем до конца второй минуты. Комплекс может быть закончен или тогда, когда вы не вложились меньше минуты и не отдохнули. Или когда закончили запланированное время, наши 10 минут, 10 подходов. Чем быстрее делаем подход, тем больше время отдыха. Хорошо подходит для любого уровня, так как можно начинать даже с 3-4 раз в подходе. Можно объединить 2-3 упражнения. Тогда ставим таймер на 2-3 минуты соответственно по упражнениям. Например, делаем 10 брусья, сразу 7 подтягиваний и сразу 10 отжиманий от пола. Упражнение 3, значит дается на выполнение до 3 минут. Допустим, мы сделали за 1 минуту и 20 секунд. Остальное время отдыхаем до завершения 3 минут. Это один круг. Повышение ОФП. При другом линейном типе тренировок по подходам, если мы хотим увеличить количество раз и делаем максимум 15 подтягиваний, но цель 20 и стоит на месте прогресс, есть один из методов, это частичная амплитуда. То есть, сделали 15 раз, а еще 5 неполных внутри амплитуды, чтобы мышцы привыкали, если плохо делаете, и потом увеличивать амплитуду. Так вы преодолеете в голове свой предел. В качестве итогов вы можете поставить на паузу и глянуть заметки по тренировкам под разные цели. Все сложно охватить в одном выпуске, поэтому более расширенную текстовую версию и аудио версии сюжета я оставил в телеграм-канале под видео. Будет полезно, заходи. И ребят, обещанный бонус. Я подготовил для вас удобный, проверенный временем электронный дневник тренировок, который можно скачать бесплатно, запланировать тренировки, заполнять и отслеживать свой прогресс. Заходите в наше телеграм-сообщество единомышленников. У нас там совместный чат для обмена опыта с другими атлетами, которых уже около 3000 человек. Там же и выходят дополнительные материалы к выпускам на ютуб, аудиоподкасты к роликам и полезные статьи. Заглядывайте по ссылке в описании, пообщаемся. Ну и не забудь подписаться с колокольчиком на ютуб. Автор сюжета я, Владерович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых темах.